Хочете тут ходить домой? Конечно. Юрий с женой и сыном приехали в Ивано-Франковск из Харькова. Дорога на запад Украины была долгой. До этого семья жила две недели в убежище. Самое страшное, как вспоминает мужчина, это ночные обстрелы. Но после того, как в десятках метров от семьи взорвались снаряды, они приняли решение выехать. Перекладными через Днепропетровск. Перекладными через Днепро. В Днепро с волонтерами, а из Днепра во Львов. 3000 гривен билет на маршрутку стоил. У нас там соседи живут, пока держимся. Рядышком, уже в 50 метрах от нас прилетели снаряды. А недалеко от нас, прямо в подвал, залетела бомба какая-то. Здесь в Ивано-Франковске мужчина ищет работу, однако подходящих вакансий мало. Я работал. Я работал слесарем контрольно-измерительных приборов. И здесь хотели бы, если была бы возможность? Да, хотелось бы. Что предлагают сейчас? В сфере обслуживания, повара, официанты, менеджеры. Если бы знал, когда закончится эта война, был бы смысл учиться. А так, получается, буду учиться, а здесь все наладится и придется возвращаться назад. На прошлой работе, получается, не уволен. Из-за этого Юрий не может получить статус безработного, а значит и выплаты от государства. Ведь в Центр занятости необходимо обращаться с таким пакетом документов. Паспорт, ИНН, трудовая книжка и документ об образовании. Но даже тем, кто, спасаясь от обстрелов, не смог забрать свои документы или же потерял их в дороге, местные специалисты готовы помочь. Мы помогаем подыскать работу, которую человек хочет. Мы помогаем ему консультациями. Куда ему обращаться по тем или иным вопросам. Например, если документ потерял или вообще нет ничего. Мы направляем, помогаем, подсказываем, куда нужно обращаться. Здесь, в Ивано-Франковском Центре занятости, сегодня предлагают более 200 вакансий. В основном это рабочие профессии. Нужны швей, электрогазосварщики, монтажеры и водители. С 1 марта по 15, по позавчерашний день, у нас зарегистрировано 132 человека из числа внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены выехать из зоны боевых действий. 43 человека. Из этих 43 человек не все имеют возможность получить статус безработного. 18 человек только имеют статус безработного. Почему? Потому что все, убегающие оттуда, остались без документов. Из обратившихся большинство экономисты, юристы, служащие, то есть спрос и предложения очень отличаются. Могут обращаться в Центр занятости и те, кто прописан или работал в других городах, где сейчас идут активные боевые действия. Их смогут перерегистрировать и гарантировать временные. Лариса Суменко, Юлия Аграновская, Алексей Игриса. Специально для информационного марафона Freedom на телеканале ЮНИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова